привет друзья сегодня я буду вспоминать 1972 год советую всем кто не в теме посмотреть предыдущие выпуски из вот этого плейлиста который называется музыка ссср и ссылку на этот блок плейлист я даю в описании под этим видео у меня свежи в моей памяти воспоминания относительно того что в это время наблюдалось появление огромного количества вокально-инструментальных ансамблей как их позже стали называть вия они появлялись в городских филармониях и концертных организациях но уж про художественную самодеятельность я вообще молчу стала особой традицией в каждом городе проводить музыкальные фестивали комсомольской песни я вспоминаю что в подмосковном городе химки где все еще был популярным наш ансамбль вокально-инструментальный ансамбль эврика лауреат телевизионного конкурса о ломающем таланты так вот в таком фестивале принимала участие что-то порядка если я точно не ошибаюсь порядка 30 ансамблей там были ансамбли от школ и ансамбль от дома пионеров и кого только не было а репертуар спросите вы какой был репертуар и вы уже наверное догадались патриотическая песня слава партии родной да здравствует комсомол песни о комсомольских стройках и так далее а еще в шестьдесят девятом году накануне юбилейного года дня победы марк бернес замечательный наш певец и киноактер записал перед смертью песню журавли на стихи расула гамзатова и эта песня стала чуть ли не вторым гимном скорбная тяжелая и вместе с тем вызывающую бурю эмоциональных переживаний эта песня не оставляла никого равнодушным и каждый год начиная с семидесятого она многократно звучала по радио и на телевидении и знаете по моему личному наблюдению вслед за этой песне в европе тоже произошел некий такой крен в сторону грусти и скорби на в семьдесят втором семьдесят третьем годах к нам из европы перекочевал хит маме блю давайте послушаем фрагмент из моего прошлого выпуска относительно этой песни а ссылку на эту песню я даю в описании под этим видео эту песню исполняет вокально-инструментальный ансамбль веселые ребята но давайте посмотрим этот фрагмент моего выступления из моих прошлых записей в семьдесят первом году в европе появляется песня маме блю в исполнении ансамбля поп-том если рассказывать историю происхождения этой песни она банальная удивлять здесь нечем но в автомобильной пробке в париже композитор юбер жиро сочинил и музыку и текст если перевести на русский язык то это звучало мама я грущу о чем песня ну парень молодой в юности покинул отчий дом и не попрощался со своей матерью но вот такой смысл песню купил некий француз продюсер записали ее в лондоне но предварительно перевели на английский язык и эта песня оказалась настоящей бомбой ее начали петь не только в европе но и во всем мире но их причем также у нас ее исполнял и муслим магомаев и эмиль горовед но и стала также популярной в исполнении вокально-инструментального ансамбля веселые ребята в 1971 году в сша появилась рок-опера иисус христос суперстар которая вызвала как положительные отзывы в прессе так и бурное негодование отношение публики к такого рода искусству было в то время мягко говоря весьма сомнительно поэтому на сцене проект просуществовал всего полтора года а сразу вслед за ним великобритании это рок-опера вновь возродилась и уже с большим успехом затем в англии семьдесят третьем году был снят художественный фильм который за музыку получил в следующем семьдесят четвертом году премию оскар лично мне очень понравилась ария магдалена которая называется айдон на ухо ул разумеется я осветил далеко не все музыкальные события этого года а поэтому мне придется о них рассказать в следующем выпуске моего журнала как всегда всем вам напоминаю о том что я появляюсь в эфире регулярно по вторниками пятницам 18 00 подписывайтесь пожалуйста и с колокольчиком а чтобы понемногу как говорят быть в теме понемногу просматривайте все мои видео видео блоги плейлисты вот этот музыка ссср относится к истории эстрады в нашей стране начиная с 1957 года но есть также песни саксофон а также мои авторские песни мои путешествия и гастроли а также о всяком разном и каверы ну и вдобавок еще журнал music sky музыкальное небо вот пожалуйста посмотрите ну что ж друзья увидимся всего вам хорошего пока